Прежде всего я хотел бы подчеркнуть роль и значение Михаила Ефимовича для развития науки в республике Саха-Якутия, потому что мне отрасль наиболее близка. И я могу о Михаиле Ефимовиче говорить как его соратник и тот человек, который вместе с ним работал не один год, боку-богу, и потом мы общались довольно плотно. И всегда я ощущал его отеческое плечо и его совет наставника. Надо сказать, что декада памяти Михаила Ефимовича это очень нужное мероприятие. Первый президент республики Саха-Якутия очень много дал. Он был генератором идей и практически он был архитектором нового облика в Якутии и строителем ее. Это сложное время, 90-е годы, начало 2000-х годов. Это было очень непростое время, которое вот родило именно такого сильного человека, сильного руководителя, который смог добиться довольно значительных преференций для нашей республики и дать толчок в ее развитии, которое мы эту инерцию ощущаем и сегодня. Вот в рамках этого мероприятия буквально вчера, 11 ноября, значит, в Центре охраны материнства и детства также прошло четвертое заседание Общественного интеллектуального центра «Николаев клуб 1», который посвящен был Дню инноваций. Там выступили со своими сообщениями заместитель председателя правительства республики Саха-Якутия Семенов Анатолий Аскалонович, который, как известно, курирует образование и науку. Он рассказал о важном проекте для нашей республики. Это межвузовский кампус, который будет как раз строиться, что глубоко символично, на проспекте Николаева. Это грандиозное сооружение будет не только по своей форме, но и по своему содержанию. И очень много прорабатывается. Ожидается приезд министра науки Фолькова к нам в республику, который тоже курирует вот эти проекты по республике. Надо сказать, что такие уже межвузовские кампусы есть в других регионах Российской Федерации. И в Нижнем Новгороде, и Южно-Сахалинске, и в Казани, и в ряде других регионов. И этот опыт мы также используем. Прошла стратегическая сессия, сейчас готовится еще одна. Вот сегодня начал свою работу также цифровой алмаз. Такая очень нужная встреча. То есть работа идет, и это говорит о том, что идея, которая была заложена Михаилом Фимовичем еще в начале 90-х годов, они имеют свою питательную основу. Эти проекты как раз вот многие основываются на его идеях. В частности, у него был очень крупный проект «Три долины», который уже сегодня дает свои плоды и дал свои плоды. Это и братья Ушницкий, и Арсен Томский, и ряд других IT-проектов. Потому что у нас республика, к сожалению, не имеет конкурентных преимуществ по производству определенных видов продукции, потому что очень холодно, нужно отопление, сложная логистическая схема. И вот как раз IT-технологии — это та сфера, которая может нам дать прорыв здесь. И это была одна из идей тоже Михаила Фимовича. Что касается науки, будучи человеком очень практичным и дальновидным, наш архитектор Михаил Фимович Николаев, задумывая облик Новой Якутии, он придавал огромное значение роли науки. Он лично знал многих крупных ученых у нас в стране, в частности Садовничева, ректора Московского госуниверситета. Он привозил несколько раз, он здесь читал лекции. Приезжал Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии тоже по его договоренности, мне приходилось сопровождать его. Десять дней очень тесно мы общались, много интересных мыслей у него было. Человек с определенной своей позицией, но он получил несколько с опозданием эту Нобелевскую премию за свои открытия, которые им сделали были раньше, в 70-е годы, по полупроводникам. Что касается науки, то Михаил Афимович 20 декабря 1993 года подписал известный указ о создании Академии наук нашей национальной. Значит, это тоже очень имело большое значение впоследствии. Я объясню, почему. Дело в том, что наступили сложные времена для финансирования федеральных институтов, и Академия наук смогла взять под крыло крупные академические институты, крупные коллективы, ну, больше ста человек, такие как Институт гуманитарных исследований, такие как Институт региональной экономики Севера, КОПРС тогда он назывался, Институт социальных проблем труда, Институт северного логоводства, Музей мамонта и так далее. Это позволило нам сократить вот эти научные школы. Если бы этого не произошло, наверное, ну, институты, будучи оставшись без финансирования, они утратили свои кадры. Ну и надо сказать, что 90-е годы, они, конечно, еще аукиваются на нас, потому что мы не видим среднего вот как раз возрастного самого активного потенциала, вот от 30 до 50 лет, потому что произошел отток молодых ученых в другие сферы науки. Ну, может быть, в меньшем мере в республике, благодаря как раз усилиям Михаила Ефимовича. Вот что касается, скажем, медицинской науки, потому что вчера была медицинская аудитория, я об этом говорил, был создан вот при участии Михаила Ефимовича медицинский центр научный комплексных медицинских проблем Севера, который возглавлял Алквиат Исида Чиванов, известный очень хирург. Активно работает у нас Объединенный ученый совет в области медицинских и химических знаний, который возглавляет Александр Васильевич Тобахов, известный хирург. Также академики Михаил Михайлович Винокуров, наш Аксакал медицинской науки Пальмира Юрьевна Петрова, чей юбилей недавно прошел. И новый академик из числа медиков, который развивает инфекционное направление в науке Снежана Спиридонна Слепцова. Надо сказать, что вот идеи Михаила Ефимовича, они постоянно развиваются и в области сельскохозяйственных наук, значит, в области земледелия, животноводства получают новые виды, даже гибридные виды животных, значит, смешанные. Это тоже очень сложная такая область, которая основана на генетических исследованиях, современные. Ну, как известно, при нашем медицинском центре есть, значит, специальные подразделения, которые собирают генетический фонд наследственных заболеваний. Это тоже очень важное направление, потому что при лечении врач должен, значит, пользоваться вот этим банком данным для того, чтобы назначать необходимые лекарства, чтобы они не вызвали отторжения. Или заниматься профилактикой, ну, знать, в каком возрасте наступит то или иное заболевание. Вот Национальная академия наук, помимо Республики Саха-Якутия, есть еще в трех регионах. Это Башкатарстан, Чечня и Татарстан. Мы активно с ними сотрудничаем. Они у нас были в прошлом году на юбилее 30 лет академии. И я бы хотел еще подчеркнуть такой момент, что в следующем году будет у нас 100-летие якутской комплексной научной экспедиции. Ну, это 25-30-е годы. Инициатор был Максим Кирыч Амосов. Ну, представьте себе, это 20-е годы. Достаточно голодные, непростые такие годы, но все-таки Российская Федерация нашла, и Советский Союз все-таки нашли средства. Это была крупная экспедиция по тем временам, и направил ее в Якутии. Тогда мы уже узнали запасы полезных ископаемых. Были биологи, значит, химики, геологи. Очень много было ученых в этой экспедиции. И мы должны об этом как бы помнить. У нас в этом году наступает, и мы обсуждаем проект третьего этапа уже комплексной научной экспедиции, который республика финансирует. Мы также выполняем работы по общественному заказу, по заказам министерств, ведомств и муниципальных учреждений. И я думаю, что вот та дорога, которую открыл Михаил Ефимовича, для нашей республиканской науки, она и Академия наук является по закону о науке региональному высшей научной организации. Поэтому координирует все научные исследования между институтами и научными коллективами, независимо от их ведомственной принадлежности. Федеральные, там республиканские, мы различия не делаем. Поэтому они участвуют в открытом конкурсе, побеждают. Значит, мы эти вопросы экспертные, в том числе оценки даем на Президиуме Академии наук, на общих собраниях, на заседаниях Объединенных ученых советов. И научное сообщество очень благодарно первому президенту Михаилу Фимовичу Николаеву за то, чтобы он дал такие стартовые возможности для нашей науки на рубеже сложного времени 90-х 2000-х годов. Мы будем помнить его вклад. Михаил Фимович был почетным академиком республики Саха-Якутия. И я думаю, что у Академии наук очень большая перспектива. Я глубоко преклоняюсь перед памятью Михаила Фимовича и хочу отметить особую роль в развитии медицины нашей республики. Он понимал, что очень на севере важно людям иметь хорошее здоровье. И уделял, во-первых, он через департамент подготовил сотни специалистов в ведущих вузах и научных центрах России специалистов. Эти люди все вернулись в республику. Это прошли клинической ординатуры, стали кандидатами наук, докторами наук. И сейчас вот у нас в республике порядка 70, наверное, или даже больше докторов наук работает. Очень много подготовил кадров. И иногда он отправлял даже за границу специалистов готовил. И затем вот эти кадры, они стали работать у нас в республике. И тут нужно... Вот построил, он построил национальный центр медицины. В то время это был один из лучших медицинских, одно из лучших медицинских учреждений страны. Да и сейчас он входит, видимо, в одну, в этот перечень. Ну тогда он входил, видимо, в десятку, да. А сейчас он входит, ну тоже входит в избранное, в количество избранных учреждений. И медицинский центр стал очень бурно развиваться, стал влиять на здравоохранение, на оздоровление наших людей. И вот те люди, которые раньше уезжали в другие города, им очень сложно было отсюда уезжать. Ну и дорого было. С родственниками там на сложные операции они перестали ездить в центр. И много, большинство операций сейчас делает вот в национальном центре медицины. Практически все операции, которые делают в центре, их делает у нас в республике. Это очень удобно людям. И вот даже, ну, у нас опережали одно время на Дальнем Востоке по количеству операций на сердце. И у нас только в нашей республике, вот на Дальнем Востоке проведена успешная пересадка сердца. Это очень сложная операция мирового уровня. Вот это все плоды деятельности Михаила Химовича. Кроме практического здравоохранения, он уделял очень большое внимание развитию медицинской науки. И как раз он, значит, назначил выдающегося ученого Алкия Сидоровича Иванова, который впервые в республике создал академическое научное учреждение, которое сейчас успешно работает. Очень много уже специалистов в этом научном центре подготовлено. Там защитились десятки людей, кандидатские, докторские. И они успешно все работают у нас в республике. Я имел посчастливость быть близким соратником Михаила Химовича. Он специально давал задания мне заниматься наукой. И по его заданию я изучал вот работы в области арктической медицины, которые очень пригодились потом. Изучал я российский опыт. Прежде всего, это работа сибирского отделения Роман, российских ученых. И он давал задания еще изучать медицину за рубежом. И поэтому это все очень пригодилось в работе. Когда я работал руководителем Национального центра медицины, он, будучи человеком очень занятым, каждый месяц приходил к нам в медцентр и спрашивал, как работаете, что нового сделали, какая вам помощь нужна. И вот эти, ну кроме вот этого гиганта, это огромное учреждение, государственное, значит, это механизм. Лечится там тысячи, десятки, сотни тысяч прошли через этот медцентр. И особо он уделял внимание развитию самых передовых технологий. Он считал, что Якутии, они все должны применяться. Вот это, здесь нужно отметить, это развитие генетики. Вот эти операции впервые стали проводиться именно благодаря, вот по его заданию, при его поддержке, это операции на сердце, это операции по пересадке органов. Тот уровень, который он дал, он до сих пор продолжается. Сейчас очень большое внимание уделяется развитию медицины. И в этом вот заслуга Михаила Химовича. Я хочу отметить такое его качество, как юмор. Он очень, ну когда-нибудь что-нибудь скажешь, он как-то так, любя, доброжелательно, подтрунивал, ну откуда вы там. Так, и как-то, ну, он умел это делать, и в то время чувствовал, что у нас какие-то недостатки, если он подчеркал, через юмор там. И он смеялся постоянно там, ну-ка там расскажи, что там у тебя там происходит. И это было общение, ну не как там с большим руководителем, там государственным деятелем, а общение со старшим товарищем. И вот каждая встреча Михаила Химовича, это, она обогащает человека. Он что-то такое интересное всегда говорил. Вспоминаю я вот с большим, вот, как сказать, ну с почтением, с большой благодарностью все вот эти встречи с ним, так, это, ну, действительно, ну, может быть так, ни разу он не поругал вот так сильно, хотя бы он такой человек был требовательный. И очень не хватает вот сейчас такого человека, как Михаил Химович, ну, к сожалению, его нет. Ну, мы будем продолжать вот то, что вот он хотел. Он очень мечтал, чтобы в Якутии была передовой вот именно в плане науки, в плане творчества.